Здравствуйте, с вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о детском кресле от компании BabySafe. Модель называется Husky. Вот такое вот интересное название они придумали, такое дружелюбное. Это категория кресла 1, 2, 3 с 9 месяцев до 12 лет. То есть можно возить ребенка. Это кресло, что касается безопасности, имеет европейскую сертификацию 4404. Сертификат обязательный краш-тесты пройдены, поэтому ребенка доверять можно. Также, что касается еще дополнительных установленных систем безопасности здесь, это усиленная боковая защита. Она называется Side Project. При боковом ДТП, короче говоря, она гасит дополнительную энергию удара. Поэтому вот, что касается безопасности, боковой в этой модели все хорошо. Очень глубоко сидит ребенок, очень развита боковая защита. Поэтому здесь, в принципе, это вообще средний ценовой сегмент. И здесь, в принципе, по безопасности за эти деньги все хорошо. Так, давайте теперь рассмотрим, в принципе, кресло поближе, что у нас здесь есть. Естественно, пятиточечными ремнями ребенок крепится с 9 месяцев до метра роста. Потом ремни демонтируются, и ребенок крепится уже взрослым ремнем. Сейчас я вам покажу. Для маленького ребеночка есть мягкий вкладыш. Он легко снимается, просто вытаскивается. В принципе, даже для взрослого ее можно оставить. Он делает, места много не скрадывает, но делает кресло еще мягче. Хотя оно и без того мягкое, и в дальней дороге будет вполне себе хорошо. Так, что мы имеем? Пятиточные ремни, как я и говорил, это у нас для маленького ребенка. Пристегиваем. Хочу заметить полностью металлические все крепления на ремнях. Это хорошо. Вот. И, соответственно, вот таким образом мы регулируем длину ремней. Но это стандартно. Так везде, в принципе, сделано. Так, и когда ребенок едет вот с такими пятиточечными ремнями, кресло крепится немножечко по-другому. Здесь есть, вот, хочу заметить, система натяжения ремня. Это очень крутая вещь в этом ценовом сегменте. Эффективность крепления ремнем приравнивается в таком случае с натяжителями практически к креплению системы изофикса. А кресло системы изофикс, они ощутимо дороже. Мы вот этот ремень проводим в этом направляющем. Вот, видно вам отсюда хорошо. Мы просто просовываем туда ремень, открыв его предварительно. Таким образом просунули ремень, натянули его хорошенько после того, как пристегнули. Изофикса здесь нет, поэтому вот такая вот интересная система установлена. Так, потом, что есть силы? Натягиваем и фиксируем вот этим вот натяжителем красненьким. Вот, теперь кресло у нас стоит просто намертво. Здесь даже руку я не смогу просунуть. Я к тому, что эффективность вот этой системы натяжения, она на все 100% работает. И кресло более плотно и зажато, прижато стоит в автомобиле, более плотно, чем на изофиксе. У изофикса и то люфт небольшой есть. Так, ну, таким образом мы крепим, когда ребеночек пятиточными ремнями пристегнут. Когда ребенок уже вырастет, и мы будем крепить взрослым ремнем, так мы уже сделать не сможем, к сожалению. Маленькие ремни демонтируются, и ребенок крепится уже взрослым ремнем вместе с креслом. На безопасности это практически никак не сказывается в 2-3 категории, так вообще. Вот, поэтому за это не парьтесь. Вот, что нам нужно? Нам нужно, как взрослого человека ремни, мы вот пристегиваем себя, только обязательно вот в подлокотник нужно просунуть ремень. Только так. Вот, просовываем. И смотрите, здесь в подголовнике есть направляющий для ремня. Нам нужно туда просунуть ремень, потому что благодаря вот этому направляющему мы можем контролировать нахождение ремня подальше от шеи. Нам нужно, чтобы расстояние от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев, чтобы ремень не ушел на горло. Это важный момент. Поэтому регулируйте по высоте где-то так. Так, что касается скреплением ребенка. Мы с вами разобрались. Здесь все крайне просто. Так, кстати, регулируется подголовник вместе с пятиточечными ремнями. Это круто, это освобождает нас от заморочек, там, ремни перетаскивать, что-то с ними делать. Поэтому вот так вот, конечно же, здорово. Кстати, сидушка, она в этой модели регулируется по длине. Это очень круто, потому что ребенок растет, и чтобы ноги у него не передавливало, не провисали, не свисали они, просто мы регулируем по длине сидушечку. Это здорово. Так, что касается комфорта ребенка, по наклону, смотрите, какая здесь интересная штука есть. Вот это я бы отнес в минус в конструкции, потому что на ходу этого не сделать. Нам нужно вот этот упор перекинуть вперед, и тогда мы получаем наклон. Вот вам видно. Наклон, в принципе, годный. Тут вопросов нет. Ребенок уснет, голова вперед не падает, все нормально. Но на ходу вы не поменяете. Поэтому обычно все ставят сразу наклон, и ребенок так и ездит. Вот. Это из минусов. Что касается ткани, что хочу заметить. Ткань, конечно, не премиального качества, за эти деньги и не ждите этого. Но на уровне. Ткань тактильна, приятна, не раздражает. В принципе, абсолютно нормальная. Чувствуется, конечно, синтетика, но жить можно. И мне что очень нравится, мягко. Очень мягенько. Ребенок реально, как на матрасике таком своего рода. Так, что еще я вам не сказал. По большому счету про кресло все, что надо рассказать, я вам рассказал. Добавить тут уже особо нечего. Хороший середнячок. Вот, звезд неба не хватает, но, в принципе, адекватная цена. Плюс универсальная группа, сертификат в соответствии. Имеется в виду европейский, это обязательные краш-тесты. Все пройдено, все нормально. Если нет возможности приобретать более дорогие модели, на нее бы я рекомендовал обратить внимание. Реально интересная модель за свои деньги. Цена, качество, короче говоря, соотношение хорошее. Вот. В принципе, все. По комфорту, кстати, мы мерили детей. Уже продавали такие кресла в мире автокресел. Родителям нравится комфортно. Посадка вообще. Сами дети говорят, что довольны. Им нравится посадочка. Поэтому, я думаю, с комфортом здесь все будет нормально. Вот. Если вообще это видео вам было интересно, вы что-то для себя подчеркнули, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас больше обзоров. Вот. И хочу пожелать хорошего, грамотного выбора детского кресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания. До свидания.